Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, с вами я, гражданин режиссер, и вот, долгожданные, вы очень просили, продолжаем разборы, первый сезон Игры Престолов, пятая серия. Ну вы так просили, поддержите тогда это видео, кто просил, лайком и обязательно комментарием, это помогает ранжированию видео, и да, теперь потихонечку те самые празднования, которые месяц назад я начинал в преддверии Дома Дракона, приобретают новый, более глубокий и интересный смысл, потому что на фоне Дома Дракона есть моменты, которые раньше не были замечены, есть моменты, которые мы будем сейчас сравнивать, и обзоры станут глубже, интереснее и наполненнее. Итак, пятая серия, она отличается от прежних тем, что почти все действия происходят в столице, то есть вообще нету Дайнерис, вообще нету Джона Сноу, поэтому основные действия происходят в столице серии, называлось противостояние, да, волка и льва, имеется ввиду Ланнистеры и Старки. Но тут важный момент, я хочу сделать интереснейший ход и сделать часть повествования этой серии не от Неда, а он у нас главный герой, и повествование идет от него, и многие события мы видим от него реакцию, а от Роберта, а повествование будет идти часть разбора от Роберта Баратеона, я думаю, будет интересно. Мы углубимся в этого персонажа, и да, конечно же, будут эти самые сравнения, о которых я говорил с Визерисом. Итак, начнем. Продолжаются эти самые празднования, как и в Доме Дракона. Нед приехал и празднование, турнир, который объявили. И вот турнир продолжается, и нас знакомят с новым рыцарем, да, рыцарь цветов. Он больше похож даже не героя книжного про рыцарей, да, а больше похож на рыцаря из аниме. Ну, еще он любовник младшего брата короля. И нам показывают еще один бой, и опять гора, как будто кроме него там нету соперников, потому что всех выставляют, хотят всех перебить просто. Но он использует хитрость, смекалку, и побеждает. Побеждает, но после этого, конечно, этот буйный, бешеный характер гора не может оставить это так. И практически чуть-чуть не разнес его, но тут брат вышел, и король остановил. Остановил всю эту бойню. Не допустил этого, но тут важно другое. Ну, во-первых, те самые сравнения. Турнир здесь и турнир в Доме Дракона. Ну, небо и земля. Небо и земля здесь, как будто это деревенский какой-то турнир. То есть, если вы пересмотрите, все из дерева сделано, и даже король сидит на каком-то деревянном постаменте, смехотворном, как будто в каком-то сельском городке, а не в великой столице это все происходит. И, конечно, вот в Доме Дракона турнир и место действия соответствуют столице. Ты понимаешь, что действие действительно проходит в самом важном, самом большом, самом богатом городе. То есть, эта разница сразу бросается в глаза после того. Раньше я на это не обращал внимания. Ну и самое главное. Я же говорю, мы будем говорить, углубимся в портрет Роберта Баратеона. Все это вновь вызвало в нем вот этот дух, которому он так тянется. Дух войны. Дух битвы. И вот это безумное желание. Он хочет участвовать уже в турнире. Он хочет участвовать. И, конечно, только друг, только Нед может остановить. Хотя Неду говорят, что король, если что-то решил, его не остановить уже. Он говорит, я остановлю. И он начинает. И как это здорово, когда Нед ему рассказывает, что ты жирный, не помещаешься в доспехи. Только ему это дозволено. И король такая пауза суровая. И вдруг этот безумный хохот этого огромного медведя. Другому бы он, конечно же, за такое бы... Я даже не представляю, что бы сделал. Ну, скорее всего, голова с плеч. А другу смех и все позволяет смеяться. Только ему дозволено говорить правду королю. И какой он, он настоящий друг. И они оба дружба. Вот это невероятно умиляет. Настоящая мужская дружба, которая умиляет по-хорошему, по-взрослому. Восхищает. Вот эта хорошая мужская сентиментальность. Когда вот дружба превыше всего. Даже короны. Несмотря на то, что при других друг это говорит. И, возможно, не стоило бы вообще чьим-то ушам слышать такое. Но он позволяет. Это здорово. И Нед подбирает правильные слова. Умные слова. Он говорит королю, ну подумай сам. Это будет смехотворно. Потому что... Не потому что ты потерял силы. Да, ты могуч все еще. Нет. Они же будут поддаваться тебе. Ты победишь в турнире. Тебе это надо. И он понимает, что друг прав. Да, бредовая идея. Не буду этого делать. Потому что действительно выглядеть буду посмешищем. Ведь они не дадут мне того боя, который я хотел. И друг справедливо мне это говорит. Да, и король отказывается от этого. Король все больше и больше раскрывается перед нами. Король, портрет которого мы будем потихонечку выстраивать и понимать. И уже он понятен во многом. Это человек, и тут опять параллель возникает, конечно, с Визерисом. Человек, который тоже не предназначен был для Торона. Для него это тоже тяжелая ноша. Но иначе. Визерис слаб внутренним. Визерис это человек, которому бы тратить время на историю их. Рода Таргариенов. Ему это интересно. Углубляться в это все. Выстраивать все эти постройки. Изучать все эти процессы. Но никак не принимать в тяжелые волевые решения. Роберт же обладает этим мужественным, мощным характером воина. Но он воин. Ему бы дать битву. Он умеет воевать. И только. А править это совсем другое. Это все эти сложные подковерные игры. Это все эти решения сложные, комбинированные. Которые требуют политического понимания глубины. Не по нему это все. Вот это невероятно. Этот мощный характер, но не правитель. И надо разобраться почему. Почему он пьет все время. Этот алкоголь и эта охота. Алкоголь это вот то самое саморазрушение. Он не может. Он вот в путах Ланнистеров. Они его захватили деньгами. Все происходит не так, как бы он хотел. И он это видит и понимает. Он это все видит и не понимает. Но это буйный характер. Он бы хотел это поменять, но не может. И это его внутренне разрушает все. Поэтому он вот уходит в это питье. Забывается в нем. А охота. Охота это хоть какая-то попытка прочувствовать вот эту искру войны. Он же не просто охотится. Знаете, как правители короли охотились аккуратно, безопасно. Когда для них загоняли каких-то оленей. Нет. У него охота это настоящая, как мы знаем, боевая охота. Охота это война. Война, в которой он ищет, возможно, даже уже смерти. Как воин, который иногда в жизни ищет смерти. То есть вот для чего он это все делает. Вот что происходит с Робертом. Это сложный, тяжелый характер. И недавно я говорил про Мэтта Дэймона, про Дэймона Таргариена. И сравнивал его с Петром Первым. Некоторые аналогии находились, некоторые сходства. И пойдем по этой же тонкой и опасной дорожке. Давайте для Роберта Баратеона тоже найдем одного из наших правителей. Это тонкая дорожка, да. Здесь не явные аналогии. Ну попробуем одного правителя. Человек, который немножко будет напоминать. Это должен быть кто-то мощный. Большой, как медведь. Такой же грузный, который уходит. Тоже в это питье забывается. И тоже мощный нрав, но не умеет править. Правление не для него возможно было. Да, это Борис Николаевич, наверное, Ельцин. Схожий, кажется, персонаж. Я только недавно даже слышал, когда психологический портрет его выстраивали. И там был момент, что вот это питье, которое у него было, алкоголь. Это вот тоже тот самый попытка забыться с невозможностью решить вопросы, как он хотел. Это действительно мощный характер, но точно не правитель. И точно из того, что мы знаем, да, многие люди, куда более хитрые, настоящие вот игроки, как в Игре Престолов, те самые герои 90-х, да, они изысканно пользовались им, изысканно играли в свои игры. И, скорее всего, он такой прямой и мощный понимал это, но никак не мог поступить иначе или решать вопросы, как мог бы мудрый правитель. Да, в нем не было. И вот он уходил вот в эти же состояния выпивки из-за этого, возможно. Есть схожести характера у Роберта и у Ельцина. Небольшая, но это необязательная аналогия. Мы можем продолжать ее, но если вам кажется, она необязательная, можем вообще убрать. Аналогии с правителями и героями из Игры Престолов и каких-то правителей реальных, почему-то наши все время пока попадают. Вот. Ну вот такой сложный характер. И дальше, и дальше он нам раскрывается, Роберт. Потому что этот важный разговор с РС, они вообще редко разговаривают. Они почти не говорят друг с другом. Вы же знаете, они почти не общаются, стараются вообще избегать общения. А тут вдруг разговор по душам. Глубокий разговор по душам. Они, знаете, как два солдата, которые в одном окопе, может они и не любят друг друга, но они в одном окопе несут одну лямку. И вот честный, настоящий разговор, где она рассказывает о своих чувствах. И тут есть этот момент. Это уже испорченная, безжалостная сука, которой мы знаем ее. Раскрывается вот этот ранний ее портрет, когда она еще была молода. И она же говорит, вот понимаете, здесь у нее нет никакой игры. Здесь тот момент, когда мы можем услышать от Серсеи правду. Когда она вообще не играет в игры, а это редчайший момент. И она говорит ему правду, что вот в той самой первичной стадии, в том самом начале пути, она была открыта к нему, она испытывала к нему чувства. То есть она ждала ответной от него любви, но не получила этого. И вот он признается, а этого и не могло быть. Ведь он ей сейчас рассказывает, шанса не было, потому что он всегда любил другую сестру своего друга. Только ее. И никогда он больше не смог восполнить, понимаете, вот та его настоящая жизнь с любимой женщиной, с делом его жизни, когда он воевал таким, какой он был. Все это оказалось в прошлом. И для него вдруг превратилась жизнь вот в это бремя. Это правление, которое ему совершенно не по душе, не близко оно. И женщина, которую он не любит, и он не смог ей подарить любовь. И так мы знаем жесткое, жестокое ланнистеровское сердце Серсеи, оно лишь еще больше и больше и больше превращалось в камень. И это была такая честная дискуссия. Правда, они друг другу сказали. Она уже действительно хладнокровна. Он ее не может обидеть этими словами. Это всего лишь правда. Это всего лишь разговор, чтобы мы чуть больше поняли их двоих. Чуть больше поняли, что тоже они люди. И даже Серсея, которая кажется бесчеловечной, тоже человек. И когда-то что-то испытывала. И все сложно, вот так бывает. Но в этом обществе невозможно было, как хочу. Этот брак, как он в этой серии скажет, как ему настояли, его бывшая десница настоялась, что это выгоднейший брак. Надо выстраивать его. И он поступил, а так и поступали. Только по расчету. Обязателен расчет. Правление и некие вот эти дела государственные, они куда важнее и дела семьи, чем какие-то хочу-не хочу чувства. Это вообще необязательная вещь, которую в расчет нельзя было брать. И вот перед нами раскрывается человек. Человек совершенно, потому что с первого взгляда может он показаться неприятным человеком. Какой-то толстый глупец. Недалекий дурак, который не видит, что его же жена спит со своим братом. Дурак, который не видит, что дети даже на него не похожи и не может 2 плюс 2 соединить, а все вокруг. Многое знают, многое понимают, а он не видит, может показаться. Может показаться жестоким и безжалостным, который издевается над своей же женой и над остальными. Спит. Постоянные попойки. Но нет, этот человек глубже. У него есть внутренняя драма, внутренняя его боль. И он ее заливает вот этим алкоголем и забывается вот в этих своих охотах, которые для него маленькая-маленькая попытка почувствовать себя на войне. Там, где он и должен быть, как он чувствует. И да, здесь есть вот эта самая схожесть тоже. В Доме Дракона вначале давно никто не воевал. Давно никто не воевал. И здесь вот давно, уже много лет нет никакой войны. Нет никакой войны. И очень важный момент. Да, вот была критика. И с моей стороны была критика Доме Дракона. Вот этой битвы в первой серии, что не соответствует средневековью. Ну, не рубили друг друга так хардкорно там. А здесь как какие-то вот действительно античные игры, я говорил. Но здесь можно включить момент сценарное оправдание, что нам намекают и настаивают, даже прямо говорят, нет, как намекают, прямо говорят, что уже давно войны не было, а у людей, у мужчин внутри вот это все бурлит. И они жаждут этой войны, понимаете? Мужчинам надо воевать, тем более мужчинам в Средневековье. Они растут такими. И вот эта вся жестокость, которую мы потом видим там на арене, это последствия того, что не было войны долго. Им не давали выйти в бой. И вот здесь уже давно вот все превращается вот в это грузное болото. Королю тяжело. Ему бы воевать, он был бы отличным правителем во времена войны. А многие средневековые правители, кстати, попадали на те события, когда была война и был обратный эффект, знаете? Когда есть правитель, а он не предназначен для военных действий. Вот в мирное время он отлично бы правил. А во время войны тяжело. А Роберт наоборот. Ему бы наоборот, вот сейчас, здесь и сейчас, множество врагов, с кем бы воевать, ему предводителем быть всех своих полков. Но нет. Вот такая вот драма. И мы, я как говорил, именно с его стороны, с его глаз увидим. Он у нас сейчас главный герой. Нинет. Как должно было бы быть. И вот эта сцена. Доносится до него новость. Новость, что дотракийцы там в союзе. И с кем в союзе? С людьми, которые могут претендовать на престол. И, возможно, она беременна. Эта девочка может беременна. И, конечно, она огромная угроза. И Роберт безумствует. Во-первых, у него зажглись глаза. Наконец-таки возник вот этот момент хоть какой-то битвы. Хоть какой-то малой битвы. Решение какого-то вопроса. И тут приходит Нед, который все время находится в своем детективе. И который загрузил его уже. Все ему здесь не нравится. И тут ему выкатывают, что надо расправиться с Дейенерис беременной. И тут включается его мораль. Моралист начинает рассказывать. Да как же королю? Но ему приводит весь совет малый, включая короля. Доводы, что, друг мой. А как иначе? А если она правда родит мальчика? С дотракийской армией. У них все шансы воевать с нами. И тут, смотрите, вот первый раз за долгое время Роберт, который говорит, вот эти, когда дела страны, он всегда, он даже на совете не появлялся. Помните? Потому что он вообще в этом не разбирается. А здесь, как он начал рассуждать и размышлять. Он чуть позже рассуждает и размышляет. А, кстати, это было, по-моему, когда он был с Арсеей уже позже. Он начинает рассуждать и размышлять. Они начнут, допустим, найдут корабли. Кораблей нет. Но, допустим, они сюда доберутся. Допустим, мы прячемся в наших крепостях. Но они начнут осаждать. Они начнут захватывать. То есть, как только военные действия, тут он начинает мыслить. Это его вода. Понимаете? Здесь он чувствует себя, как рыба в воде. Здесь он мыслит правильно. Здесь он понимает, к чему все это приведет. И, конечно, вот эта мораль Неда, здесь, в Средневековье, она неуместна. Она неуместна. И будущее Неда и покажет, что вот его мораль и его попытка, как и Мартин о нем сказал. Это, конечно, прекрасно, что он моральный. Но в Средневековье нельзя было так, как он позже сделает Серсея, поделиться с ней информацией, чтобы защитить. Так нельзя. В Средневековье так не было. Это жесткие времена. Времена, когда, я еще раз говорю, лес рубят, щепки летят. В Средневековье только так. Это мы с вами в 21 веке. У нас есть эта роскошь, возможность избежать этих щепок и не рубить топором. У них не было. То есть ты всегда должен понимать это. У тебя нет такой роскоши и возможности. Ты не можешь морально рассуждать. Если ты такой моральный, ты должен был избрать духовный путь. Уходи в монастырскую жизнь и будь там. Пожалуйста. И, кстати, Средневековье всегда давало этот шанс человеку. Пожалуйста, уходи. Духовная жизнь позволялась истинно духовная, говорилось, не властная жизнь. Ведь в структуре духовных любых организаций, как церковь, да, там тоже была вот эта внешняя сторона, где опять интриги и все. И была монашеская возможность, где, пожалуйста, аскеза, ты уйдешь от этих решений, вот этих тяжелых. Но если ты выбрал быть воином или если ты выбрал быть правителем, без этого никак. Вот эти страшные сложные решения придется принимать, а нет начинает их избегать. Нет начинает здесь быть уже похожим на короля Визериса. Да. Более решительный, конечно, чем он наш Визерис, но тоже похож уже. Очень сильно он хочет, чтобы и волки сыты были, и овцы целы. И мы знаем, что это очень плохо для Средневековья. Нам все кричат. И здесь, как мы понимаем, вот скорее всего, как и Нет был героем первого сезона, так и Визерис, скорее всего, да, это герой только первого сезона. Здесь есть эта схожая сторона у них теперь. Мне нравятся теперь эти возникающие мосты между Домом Дракона и Игрой Престолов. Новое, новое, совсем новое звучание приобретают эти разборы, друзья и подруги. Если вы от этого кайфуете, если вам нравится, еще не поставили лайк, поставьте, оставьте обязательно комментарий, он разжирует. Ну а кто смотрит, не подписан, подписывайтесь, потому что мы разбираем Дом Дракона и будем дальше подробно разбирать их характеры. Это мой конек, характеры персонажей, глубокие, сложные разборы характеров персонажей. Ну и по Игре Престолов я не оставлю всех героев первого сезона. Отдельно будет и про Роберта отдельно, и про Неда, и про остальных. Итак, возвращаемся к серии. Вот такой у нас король. Конечно, вот есть момент, когда ты начинаешь ему сострадать, ты его понимаешь. Ты его понимаешь и понимаешь его доводы и сложности, понимаешь, что он прав, когда другу говорит теперь Неду. И уже Нед не прав со своей моральностью здесь, когда говорит, жалко ее. Интересно, ведь интересно, как в итоге все закончилось. То, что Роберт говорил, в итоге так и случилось. Потому что Дейенерис вместе с датаракейсами приедет в столицу, сожжет ее со всеми вместе здесь взятыми, все разбомбит и уничтожит. И именно как он Роберта боялся, именно так оно и случится. Интересная судьба, да, а в итоге ее судьбу предрешит. Думал бы ли когда-нибудь Нед, что это будет Джон, его Джон. Да, расскажи им вот будущее, да, как всегда. Самый неожиданный вариант, будущее всегда вот таких событий происходит. Ну вот, вот мы уделили время, я считал, очень важное Королю обратить на него внимание. Он очень интересный персонаж и актер бесподобно играет тут. Актер выбран отлично, с пониманием играет эту роль. Одно удовольствие. Ну а теперь придем к Неду, нашему ведьмаку. Настоящий ведьмак на детективе вот 100%. И Нед дальше здесь ходит во всех этих историях. И все больше понимает, что здесь оказывается секретов и нету. Все эти секреты просто держат при себе, потому что тут вдруг появляется на его пути Варис. Который вдруг ему начинает рассказывать такие вещи, что глаза на лоб лезут. Во-первых, он очень многое знает и понимает. Во-вторых, он его начинает вести и подводить куда, в каком направлении ему дальше двигаться. Дает некие понимания, движения, что произошло с прошлой десницей, и что то же самое, возможно, грозит королю. И теперь вот он развидел, Варис говорит. Но здесь каждое слово надо делить на 10 и не верить никому. Что я вас развидел, хорошего человека, которому можно довериться, говорит Варис. И вот делюсь информацией и направляет его. То есть вот два самых коварных человека, казалось бы, Мизинец и Варис, направляют его. Такие благородные, такие добрые. И Волк на самом деле начинает немножечко, он насторожен, он Волк, но немножечко доверяет им. Потихонечку доверяет немножко им. А здесь вообще ни секунды нельзя никому, конечно, доверять, потому что у каждого просто своя игра. И они это делают изощренно, абсолютно, вообще выключая эмоции. И вот здесь, чем хорош первый сезон, персонажи действительно настоящие. Ты видишь всю мощь этих персонажей. И вот эта встреча Вариса и Мизинца интересна. Когда они, вот диалог охрененный, потому что каждый парирует другому. Потому что сначала один изысканно вдруг начал угрожать одному информацией и знаниям. Это Варис вдруг угрожает. Мизинцу, что ты тут затеял интересную историю вот с этими Старками, скрыл от всех это все, надоумил их. Это же если кто-то узнает, Ланнистер узнает, ой, не сдобровать тебя. А этот такой, ну, интересно тоже, но ты ведешь беседы с заморскими гостями. И тут Варис меняется в лице. То есть, мол, каждый деликатно поговорил и рассказал, что у меня, если что, на тебя компромат. И у тебя на меня компромат. Вот и договорились такие вдруг. Вот и договорились. Изысканно показаны они объемные. В конце вот этого уже не будет. Нет Мизинца, нет этих коварных игр. Вот здесь настоящие персонажи сложные, интересные. И волку действительно тяжело. На это настоящий волк. И надо сказать, как же актер похож действительно. Вот он прям перевоплотился, он даже чуть сгорбленный. И вот это такое не то, чтобы горби, как будто вот правда ты чувствуешь волка. И эти глаза узкие, острые. Он правда напоминает его. Такое перевоплощение мощное. И ему тяжело в этой столице. Он как волк здесь дышит тяжело. Прямо от этой шары. И вот передает актер, передает актер все это. В это же время его маленькая дочка, которая непослушная, забежала туда, куда не надо. И послушала зато очень важные разговоры. Этот самый Варис, который только что мягко стелил, ведет фантастические беседы, в которых вообще ясно, что он очень многое знает. И про Ланнистеров, и про их руку в деле, которое произошло в Интерфелле. И про еще другие дела. И вообще непонятно. И так смело со своим другом общается. Вообще за жизнь Неда. Может с ним разобраться, предлагает его знакомый Визави, который с ним говорит. А этот говорит, нет, это другой фрукт, из другого теста сделанный. То есть там все, конечно, сложнее. И дочь делится, рассказывает папе все это. Но, вы знаете, к сожалению, папа вот эту всю информацию не может должным образом использовать. Абсолютно не может. То есть у него уже столько информации. Ему бы сейчас... Он не понял одного. Ему бы сейчас вот всем этим, все эти карты выложить Роберту уже давно. Почему? Объясню. Роберт, как я сказал, жаждет войны. А война, это может быть и иносказательная война. Ты ему дай войны, любой. Ты его направь только. У тебя уже достаточно информации, чтобы уже распылить этого человека. Ему дай повод. Он был бы рад. Он сразу достанет свои копии. А он все вот это удерживает в себе. А он все вот это волки сыты, овцы целы. Не надо спешить, не надо спешить. И тут все усложняет вдруг действия его жены. Потому что она взяла в плен. Ланнистера. Неожиданно. И эта фантастика просто взяла его в плен. Потому что Тириона нельзя было брать в плен. Я не понимаю абсолютно ее логику, зная, что муж в столице. Они приняли решение ничего не говорить, взять в плен его в таверне. Когда все это дойдет до столицы буквально через 5 минут. Принять это решение без своего мужа. Основываясь на абсолютно, да, действительно, таких очень сугубо поверхностных доводах. Тупейших, что просто принадлежал кинжал ему. Но это решение ничем не объяснить. Бездумное и глупое решение. Вот что можно сказать только о нем. И Тирион начинает ей, конечно, в дороге, будучи заложником, объяснять, что ну подумайте сами головой. Я вот так подставился бы. Я такой кретин по-вашему. И в этот момент на них нападают бандиты. И Тирион мог бы вроде убежать. У него руки свободны. Но он защитил ее. И вот здесь момент, который порассуждать надо к зритель. С одной стороны, скажешь, благородство. Защитил ее. И она должна была увидеть это. А с другой стороны, это благородство или это была мудрость Тириона? Он же очень умный. Понимая, что если ее сейчас убьют, а он попытается сбежать, его же оставшиеся догонят скорее всего. И тогда точно убьют. Поэтому мы не знаем точно, было ли это благородство. Хотя в глазах казалось, что вот он выбирает, думает, скакать или она здесь. Как будто в глазах читается благородство. Но это умный персонаж. Могло же здесь быть что-то другое. Это как в финале. В финале Игры Престолов. Насколько все то, что он нашептывал Джону, перед тем, как Джон убил Дэнни. Это было вот от сердца все благородно. Насколько здесь не было его интеллекта и ума. Не было ли здесь двойной игры Тириона, когда он хотел просто спасти свою шкуру. И делал этот инсепшн Джону. А потом перед всеми собравшимся инсепшн, кого выбрать правителем, чтобы самому стать потом десницей. Тут интересно. К сожалению, настолько был бездарный финальный сезон, что здесь эту окраску даже не показали. Чтобы было интересно и была эта интрига, чтобы ты задумался. Но он такой. Но в первом сезоне я бы сказал, что может быть он столь умен, что понимал, что надо спасать эту женщину. Он ее предупредил, что не надо ехать к сестре. Твоя сестра уже совсем ку-ку, ты ее пять лет не видела. Но она еще не знает и приведет его туда. И там эта безумная мамаша со своей грудью, сиська, этот сын безумный. И она понимает, жена Неды, что наверное что-то она начинает понимать, что-то она не то здесь делала. Ну а Тирион реально на грани смерти там находится. Он уже действительно заложник. Я еще раз скажу. Очень глупое решение жены Неда, которое сразу же, сразу же имело эффект в столице. И вот тут опять я еще раз говорю, не бездейственность лишняя Неда. Он только думал, когда пришел на совет, что сейчас уже узнали. А его предупредили, что скоро здесь все узнают, что Тирион в плену вашей жены. И вместо того, чтобы принимать быстрое решение идти к королю, он боялся, что на совете именно это ему скажет король. Король про Дейенерис в этот момент говорил. Так вместо того, чтобы решить этот вопрос, он взял и бросил вот этот значок десницы. Поругался со своим другом и в порыве ушел. Но тут так нельзя делать. Я еще раз говорю, я понимаю, что волк, я понимаю, что я эмоциональный. Но вообще-то семья превыше всего. У тебя твоя семья. Ты думаешь о какой-то Дейенерис где-то там, когда риск твоя жена только что взяла в плен его. Тебе сейчас надо с королем решать это. Ну, сведи на нет эту историю. Ну, скажи, ладно, давай подумаем об этом всем. Обмозгуем. Отведи. А потом выйди с ним и поговори. Преподнеси первую эту информацию. Но он этого не делает. И на что он натыкается? Выйдя от мизинца, бах. И тут Джейми со всей армией. Воспользовался. И отличный момент Джейми использовал. Конечно, он вроде как отказался от своей должности в немилости у его друга. Самый момент прийти. А он любит Джейми брата. И тут начинается вот эта битва. Почему и названы львы и волки начали битву. Как и Варис говорил, скоро начнется эта битва львов и волков. И вот здесь начинается битва. И Джейми пользуется ситуацией. Джейми перебивает всех, кроме него. В их битве Нед выглядел очень неплохо. И кто-то из окружения Джейми, как мы пока не видим. Мы не видим, кто в шлеме. Но кто-то вступается, понимая, что сейчас может Джейми и проиграть. И погибнуть вообще здесь. Поэтому лучше вмешаться. Джейми так показательно бьет того, что мол, зачем ты вмешался. Но так не сильно-то он его просто ударил. Возможно, был тот прав. Абсолютно прав. Потому что Нед мог и переиграть его. А Нед был еще немножко в эмоциях, ярости. Потому что только что на его глазах убили близкого ему достаточно человека. Ну вот, раненый он здесь. И Ланнистер требует, чтобы брата вернули. Вот так заканчивается серия. Да, Неда все хуже. Раненый старый волк остается на площади. Интереснейшая серия. Очень здорово. Мне нравится, как показан Нед Старк. Вот я вижу в нем архетип волка. Действительно, волк, которым прямо не дышится в этой столице. Ему жарко в этой столице. Ему так и хочется подать воды. Ему тяжело в этой столице. Но что его губит? Его безволие и неуверенность. Вот его вот эта добросердечность, которая здесь неуместна. Волк должен быть волком до конца. Хищник. Волк-хищник. Он должен действовать агрессивно и мощно. И здесь вокруг него только хищники, львы, тигры. Непонятно кто. Действуй агрессивно. Действуй мощно. Действуй на опережение. Вот как должен он играть. А он действует как кролик. Он жертвует. И эти жертвы мы знаем, чем в итоге выльются для него самому. Нельзя было. Нельзя было. На войне, как на войне. Среди волков надо быть. И боевым быть. Вот такая очень интересная история. Мне нравится, что не отвлекались на других персонажей. И больше было возможности раскрыть особенно короля здесь. Поэтому я уделил ему внимание. Ну что, друзья и подруги. Я надеюсь, вам понравился этот разбор. Впереди разбор следующей серии. Разбор Дома Драконов. Подписывайтесь. Еще раз говорю, кто не подписан. Кто еще смотрел, не поставил лайк и не оставил. Самое главное, комментарии. Оставьте, не поленитесь. Они очень важны для ранжирования этих видео. Чтобы все узнали, все услышали, что мы здесь разбираем первый сезон Игры Престолов. Что у нас здесь большие, глубокие разборы. Ну а вы были на канале, чтобы рассмотреть. С вами был я, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok